здравствуйте уважаемые одесситы на 21 число на сегодняшний момент в городе одессе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией сейчас в инфекционной больнице находится 13 пациентов с подозрением на коронавирус сегодня за день поступило еще два всего лишь дополнительно людей с подозрением при этом тяжелых пациентов в тяжелом состоянии нет за все время прохождения тестов ни один тест не подтвердился хотел бы также отметить что продолжает работу общественный транспорт и маршрутные перевозки в городе одессе но с понедельника мы планируем отмену всех льгот для всех категорий граждан данные отмены льгот пройдет исключительно на период деятельности карантина поэтому мы призываем всех людей особенно пожилого дома у возраста оставаться дома не использовать общественный транспорт хочу проинформировать что сегодня состоялось заседание объединенных штабов оперативного областного штаба городского штаба а также общественных организаций обсуждались основные вопросы связанные с закупками хотелось бы остановиться на этом вопросе оперативными штабами определены следующие приоритеты по обеспечению всем необходимым всего необходимого для города и одесской области мы определили что приоритеты первой необходимости это машины скорой помощи а также обеспечение медиков которые работают в опорных больницах в одесской инфекционной больнице и в одесской областной больнице всем необходимым это приоритет номер один для городских и областных властей второй приоритет приоритет по обеспечению всем необходимым а именно средствами защиты это полиция военные сотрудники органов жкх и транспорта третьим приоритетом по обеспечению всеми средствами защиты являются волонтерские и общественные организации по приобрет приоритетом закупок всего необходимого для формирования запасов мы определили что первую необходимость это у нас средства защиты а именно маски очки перчатки средства дезинфекция и прочее второй приоритет это необходимое все оборудование которое необходимо приобрести и доставить в одессу для обеспечения всех больниц в пиковый период нагрузки а также приобретение экспресс-лабораторий и тестов для наших медучреждений хотелось бы также отметить что городской оперативный штаб работает в усиленном режиме проводятся мониторинге в четырех районах города в парках и на побережье специальные автомобили с громкоговорителем просят всех людей оставаться по возможности дома также мы призываем всех людей которые прибывают на территории города с и стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации просим их оставаться дома на карантине 14 дней не менее в случае ухудшения здоровья информировать по телефону пол-центра либо семейного врача не контактировать с другими людьми я хотел бы обратиться еще раз пожилым людям пожалуйста оставайтесь дома город и общественные организации из департамент соцзащиты обеспечит вас всем необходимым ваше здоровье для нас это приоритет поэтому оставайтесь дома и минимизируйте контакты с другими людьми я хотел бы пожелать всем одесситам крепкого здоровья еще раз обращаюсь просьбой необходимости уменьшения контактов с другими людьми будьте здоровы оперативный штаб продолжает работать